Здравствуйте, дорогие друзья! Я вот размышляю, что есть в жару. Например, в Азии очень популярны огурцы. Они их едят для того, чтобы остудить тело в эту знойную жару, или как бы это можно было назвать, в пекло. По-русски-то в пекло. Я подумал, что если бы мы использовали огурцы для охлаждения нашего тела, то можно было бы сделать очень классное блюдо. Значит, смотрите, никаких перьев. Главное в нашем деле это огурцы, потому что они главный действующий ингредиент. Но еще мне, ну, конечно, нужна соковыжималка. Значит, сначала отжимаем сок из огурцов. Вы можете сделать так. Например, ну, теоретически, у кого-то шнек есть, у кого-то есть просто блендер, в котором можно все огурцы все взбить, а потом через марлечку отжать. Так тоже можно. То есть нужно найти просто способ отдавить из огурца сок. Но он будет с сельдереем, огурец. Ну, а дальше все сейчас увидите. А, и мята, мята у нас тоже пойдет в сок. Получается вот такая зеленая жижа. Конечно, хорошо было бы и из укропа туда всю жидкость. Но укроп, сами понимаете, в этой соковыжималке, если бы была бы шнековая, да, можно было бы. А так придется нам его мелко резать. Смотрите, вот получилась такая зеленая жижка. Самого что ни на есть. Освежающего вкуса. Ну-ка. Ну да, это вкусно. Переборщите с сельдереем, будет сельдереевый смузи. Нам туда не надо лезть, я вас уверяю. Берем чашечку, все размешиваем и выливаем основу. Вот, посмотрите, какая она получилась у нас. Видите? Такая зеленая, 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 красивая. Зеленая, зеленая Москва. Значит, сюда обязательно соль. Пару капель бальзамического уксуса. Белого какого-нибудь. Но у меня белого, скорее всего, нету. Но есть табаско. Табаско есть, острота совсем минимальная. Ровно три капли. Значит, маслица сюда наливаем, оливковое. У меня здесь с трюфелечком масло. Ну, знаете, как бы должен же быть какой-то раздражитель. Просто оливковое масло можно. Можно масло с ароматом трюфеля. Обязательно сюда черный перец. Ну, я сейчас сделаю основу. Суповую основу. Потому что огуречный гаспачо, это, в общем, такая штука довольно занятная. Технология взята такая же, как и с помидорным, с оригинал гаспачо. Но только лишь мы это делаем из зеленых ингредиентов. Огуречный гаспачо. Так, укроп. Значит, укроп я отрезаю веточки. Стебелечки все в сад или в сушилку. Смешиваю с небольшим количеством листиков мяты. И очень меленько режу. Нарезанную зелень я отправляю в чашку. Вы уже поняли, ее там совсем немного. Но, так, знаете, ни много ни мало. Значит, здесь у меня в чашке ждет столовая ложка с горкой сливочного сыра. Ну, сливочно-творожного сыра. Творожный сыр, который намазывают на хлеб. Значит, с маскарпоне не путать. Хотя тоже, теоретически, можно было бы взять. Просто маскарпоне безвкусный. А этот сырок, он соленый. Значит, к этому сырку сюда добавляем огурец. Это же огуречный гаспачо. И само, так сказать, тело супа, наполнение самого супа, помимо огуречного рассола, ну, не рассола, наверное, сока так, правильнее будет сказать. Ну, теперь уже солью, теперь рассол. То мы должны добавить сюда еще и, ну, съедобной части какой-то. Значит, соломка огуречная превращается в мелкий кубик и отправляется сюда, к укропу, мяти. Не ругайтесь на меня, друзья, за то, что я использую ингредиенты. Дело в том, что мы же повара всегда стараемся набрать где-то каких-то доп. вкусов. А сразу бутылочку, например, рыбного соуса или соевого, или кунжутного масла использовать невозможно. Поэтому они бутылочка за бутылочкой собираются в шкафчики, откуда я и достаю всякие ништяки и добавляю к себе в еду. Значит, сырок перемешал с травой и сыром. Ой, сыро говорю, огурец перемешал с травой и сыром. Ну, вот получается такая масса довольно плотная пока что. Но не нужно сильно мять огурец, чтобы он давал вдруг неожиданно сок. Сок нам сейчас не нужен. Значит, к огурцу я добавляю авокадо. Но мне хватит половинки. Я, смотрите, здесь авокадо, во-первых, черный, да? Ну, вот эти вот хаас, которые, они и подороже, и помягче, всегда мягкие. Но оказалось, что в этой части у меня немножко потемнело оно. Я его сразу туда. Поэтому у меня авокадо такое. Очень мягенькое, ложкой, смотрите, прям, раз как крем. Я добавляю авокадо вот сюда. Теперь томат. Значит, томат в идеале хорошо бы очистить. Если нет времени, рубите так. Если есть у вас пару-тройку минут, ну, значит, очистите его с помощью ножа и не переживайте. Все, нам половинка томата понадобится. Ну, на этот замес половинка. Если вдруг вы понимаете, что вам охота больше томата, как ни странно, в огуречный гаспачо, значит, добавьте больше томата. Проблем вообще никаких нет. Хотите заменить томат на картошку, огуречный сок на рассол от капусты, пожалуйста. То же самое блюдо будет. Вы же не переживайте. А то вопросы пишите мне. Василий, можно ли индейку заменить на свинину? Потом обижаетесь за ответы такие. Ну, типа, чувак, конечно, в этом супе можно и воду не лить как бы в кастрюлю, но и пожаришь свинину просто с картошкой, и все. Зачем щи нужны вам? Как только вы авокадо размешиваете, авокадо еще дополнительно связывает все это своим кремом. Теперь томат. Авокадо, брат, вот сюда раз. А жидкость, которая у меня на доске образовалась, я ее отправляю сюда. В жидкость. Твердые в твердые, жидкие в жидкие. С чем мы любим есть огурец? Ну, вот когда вы что-то делаете, всегда размышляйте. С сыром сливочным любим? Любим. С томатом любим? Любим. С авокадо любим? Еще как. Кислоты здесь чуть-чуть не хватает. Кислоты, кислоты, кислоты. Апельсин мы не будем добавлять. Значит, томат у нас не подходит для этого. Нашел? Феррари называется. Ачета бальзамико де модена. IGP 15-летний. Это мне дарил на выставке чувак один. У меня он до сих пор. Великолепно. Ароматика то, что надо. Прям чуточку бальзамического уксуса. Здесь должна быть кислота, но не нужно менять цвет. У огуречного фреша совершенно удивительный зеленый цвет. Шикарный. И мне не хватает здесь масла. Но так как трюфельного добавлять больше нельзя, я сюда добавляю обычного растительного. Оливкового у меня нет. Все. Здесь у нас почти все готово. Аккуратно вмешиваем помидор к огурцу. Получается вот такая вязкая, сочная, сливочная масса. Ее нужно попробовать. О, я бы не добавлял ничего. Но добавлю соли чуть-чуть. Блин, зараза. Потечет вода, не хочу. Пусть лучше будет бульончик соленый. Потому все равно это размешайте, как окрошку. В итоге-то. Все. Выкладываем. Теперь сюда, в тарелочку, в центр, выкладываем основу для нашего... Ну, для того, чтобы поесть. Зубами мы же не это. Мне инвалид смузи пить. Ну, я не к тому, что как бы инвалид только смузи пьет. Не, не, не к этому. То есть выложили основную часть и теперь аккуратно обливаем. Видите, о чем я говорил? О зеленом. Сюда обязательно что-нибудь такое. Знаете, немножко можно паприки. Немножко можно миндального ореха. Каплю. Знаете, как бы для украшения и для дополнительного хруста. Потому что огурчик уже в процессе замеса там уже перестал быть таким активно хрустящим. А орешки как раз будут активно хрустящие. Все. Ложечки, вилочки берем и начинаем пробовать. Ну и, конечно же, если вы вдруг подумали, что я буду гаспачо подавать без хлеба... Нет, я буду его с хлебом подавать. Он еще хрустящий. Но только жарить его не надо. Нужно просто купить свежий, вкусный, хрустящий хлеб. Оп. Гаспачо, по сути, это что? Это окрошка. Ну, в глобальном смысле этого слова. Я вам хочу сказать, что вот это и окрошка. Вот такой окрошки вы вообще никогда не ели. Вы даже не догадывались, что можно делать гаспачо из огурца. Ну, у меня есть в Испании люди, и кто живет, те наверняка уже додумались и может быть. Но тема отличная. Совершенно летняя. Сливочный сыр делает это все. Он объединяет, делает его вкусным. Огурец хрустит. Ты понимаешь, что вода вот эта вся огуречно-сельдереевая. Тут очередь уже выстроилась за огуречным гаспачо. Конечно, потому что это вкусно, сильно модно молодежно. Да и по-летнему. Приятного аппетита, друзья. До свидания.